Привет, с вами Пиклхиор и Хигаши, и это когда плачут цикады. Отличная просто. Великолепная игра. Хигурящина на кукурани. Получив право тискать Рику-Тян, сколько захочет, Арена хихикая при себе, покинула школу с Рика-Тян и Сатака. И снова, я снова шагал и домой со школы в компании одной лишь Мион. Фю, да уж, Кейтян, зададу нам жару, никак не взял, что ты окажешься столь хорошей бедноте. Это я сам себя поразил. Играя с мальчиками, я бы едва ли так старался. Все же отнюдь неприятный опыт. Хорошо хоть не пришлось вытаскивать меня на носилка в таком одеянии, а то до гроба стыдился бы. Ха-ха-ха-ха-ха, но ведь здорово же, согласись. Ты повидал такое, о чем калякать может хоть семь поколений подряд? Хау. Эй, жалок же я раз такое слышу, мы с Мион поглядели друг на друга и улыбнулись. О, Кейтекон, снова ты. Томитаки-сан. Что-то наши дороги вновь и вновь пересекаются, интересно, с чего бы. Доброго, удачные снимки выходят? А, да, все более-менее. Кстати, Томитаки-сан вдруг схватил меня за плечо, зашептал на ухо. Хейтекон, а ты, однако, не промах. В прошлый раз-то с другой гулял никак. Эээ, все вовсе не так. Да-да, как же. Очень важно набраться опыта, пока-то мало, а то учти. Пусть Мион и не могла его услышать, видя прошлую хмурочку Томитаки-сана, суть разговора она просекла. На вот слухи заносило ветром, что дядя-то наш, Томитаки, уже не сам с собой обходится. А мне что, правда? Нет-нет-нет, я не... Да-да, знаем. Работайте там себе, короче, удачи снимков. Пока! Очевидно, я хотелось бы скорее избавиться от Фрохвоста. Судя по Ютону, Мюхрошутами так и Сана знает. Что в этом году будете делать? Останетесь до Ватанагаси? Ммм, намереваюсь. Поснимаю фестивали назад в Токио, а вы, фотографы, неплохо устроились. Только сколотите себе имечко поскорее. А то такая любовь к фотографии и уже слишком старая, чтобы жениться. Не согласен. После 30 мужчина приобретает определенный пошиб. А если вы окажетесь в партии с пошибом тухлого супа? Ммм... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Папочки, ну и время. Надо бы мне поспешать в номер, пока не стемняло. Привоза улыбавшись, Тамитаки Сан возьманировался побыстрее сбежать. Похоже, с Мюон сравниться не может никто. Что ж, ребят, увидимся на фестивале. Тимитаки-сан жизнерадостно нам помахал, а затем еще всхоре в вечерних цикад. Хотел бы я посмотреть, сумеет ли он сколотить себе имя. Он обещал показать мою фотографию на своей личной выставке, но не думаю, что такое хоть когда-нибудь произойдет. Меон, так ты его знаешь, Тимитаки-сана-то? Ха, его-то не знать, чужака мы отличаем сразу, помнишь? Не похоже, что ты его только вчера или сегодня встретила. Тимитаки-сан приезжает в Хинамидзаву довольно часто, это два-три раза в год вроде бы. Говорит, что приехал заснять природу и диких птиц, словом ничего необыкновенного. Со слов Меон, выходит довольно необычный портрет. Нет, оказалось, он более тайнественный что ли? Я тоже попытался это прояснить. Ну вот правда ли, он фотографирует здесь диких птиц? Меон, удивившись, переспросила. Да знаешь, что-то мне кажется, что сюда он проезжает для нескольких других целей. А ты как считаешь? Ради, например, того убийства? О, ты правда так думаешь? А у тебя хорошая чуйка, Кейтян? Она согласна, но как-то смешливо ее голос звучит. Ты что-то про него знаешь, Меон? Как сказать? Может, никто и не заметил, но от дядьки ничего не скроется. Меон может пускать пыль в глаза сколько захочет, но я легко понял, насколько разные у нас догадки. Подозрение касательно Томитаки Санулит, училище всем незаметно полегчало. Только сейчас я вспомнил, насколько чист Хинамидзаре закатный воздух. Ха-ха-ха-ха. И знав оставшийся легкий воздух, я вздохнул полной грудью. Запах вечернего неба. О чем ты думаешь, Кейтян? Слышишь, как шепчут цикады? Думаю, раньше они так стройно не пели. Ха-ха-ха-ха, Кейтян, что ты мелешь? Переглянувшись, мы снова не сговариваясь, рассмеялись. Знать бы, что сейчас поделывает Рена. Потискала ли она реку Тян вдоволь? В данную минуту, пообещав реку Тян ужина, Рена приглашает ее зайти поиграть. Тем лучшее, коль забирание домой пройдет успешно. Да, тем лучше. Кстати, а ведь Рикотян умна. Согласен. Боюсь обзаклад штрафную игру с проглаживанием, выдумала Рикотян. Я тоже так думаю. Одна Рикотян сможет погладить директора и остаться безнаказанной. Мы беспечно болтали о том и о сём. А шёпот вечерных цикад со свежим воздухом ласково подвели окончание длинного и жаркого дня. Оба, извещения доступны. Ну, давайте почитаем. Подсказки. Извещения. Встречая необычный ранний конец сезона дожди, мы желаем всем доброго здравия и веселья в течение всего рано пришедшего лета. Пришло время праздновать в Атанас Гасси. Мы сельская администрация постараемся сделать его приятным для всех. Конечно, мы благодарны любой помощи. Первое. Принимаем пожертвования на базар. Мы собираем пожертвования на Большой Хиномедзавский базар. Если у вас есть ненужные гостиницы или старые одежды, которые вы носить не собираетесь, мы с радостью их примем. Пожалуйста, воздерживайтесь от приноса любых скоропухтящихся предметов. Связь. Макина. Телефон. Н. XXXXX. Второе. Ищем добровольцев барабанщиков из числа детей. Известный за свой опыт и добросоверность в обучении кружок игре на тайкос Сёфукай. С радостью примет в свои ряды детишек, желающих присоединиться на время фестиваля. Не Сёку, конечно, а Сёфукай. Ждем любых заинтересованных с начальных классов до средней школы включительно. Связь с Кими Йоси. Телефон такой-то, такой-то. Третье. Динжные пожертвования. Принимаются взносы банкнотами по 1000 йен и больше. За каждую банкноту вы получаете один бесплатный билет, который можно использовать во всех киосках на празднике. Связь с Сенатзаки и телефон такой-то. Мы всегда рады любым предложениям, потому как сделать фестиваль интереснее. Если у вас есть идеи, не стесняйтесь, вы звоните к Дирианскому старости, к Кими Йоси, по номеру такому-то. Под пунктирной линией билет в 200 йен до фестивальных киосков. Продолжить. Прошло несколько дней. Именно была занята, и Котян готовилась к фестивалю, и нам втроем осталось ждать следующей встречи, что назначено на сегодня. Несмотря на выматывающие схватки при каждой встрече, от которых я бы с радостью отказался, в относительном спокойствии мне их не доставало. Хватит себе врать. Ну, до каждого дня наконец-таки пришел. И собрание клуба намечалось далеко необычное. Ведь это же битва пятизол на фестивале в Атанагасии. Главное событие нашего клуба. Кейти, родненький. Подойдет ли еще тебе старая юката? Хочешь примерить? Мама даст того складовое запылившееся летнее кимоно. Да не, нужно мне юката, стыдно ходить в нем. Пойду в обычной одежде. Но ведь фестиваль же, может, оденешь все-таки? Сказали, что сойдет и повседневка. В юката я там буду выглядеть полнейшим ослом. Я надел старый добрый жилет. В фестиваль пойду с Реной и другими девочками. Не волнуйтесь, ничего со мной не случится. Да? Ладно, мы последним за тобой, как только проснется отец. Папа громко храпел, возлежа на диване под одеялом. Дрыхнет без задних ног. Опять всю ночь не спал. Ему надо было докончить рукопись. Вред ли он скоро проснется. Отец иногда пишет статьи для художественных журналов. Правда, я их никогда не читаю. Наверное, мой батя замечательный художник. Да, я прохожусь ему родным сыном. Но до сих пор не могу поверить, что он так хорошо рисует. Однако же он способен прокормить нашу семью. При том, никаких неудобств мы не испытываем. Не знаю, может, он и прям велик. Дзинь-дзинь! Китикон, иди готов! Блин, уже время, что ли. Но так не хотелось, чтобы кто-то приходил ко мне домой, что я собирался пораньше выйти встретиться через на улице. Здравствуй, Ренатян! Спасибо за заботу о нашем Кейте. А, не-не, что вы, я вас благодарить должна. Эй, ты че так покраснела? Просто лишь встретив мою маму. А, ну, не красней! Ты всех смущаешь! Пошли, Рена, пошли! Так как Рена, судя по всему, собиралась так и стоять с растерянным видом до скончания времен, я схватил ее за руку и помчался прочь. Ренатян, позаботься о Кейте! Хау, так точно! Рена с радостью отдаст за него жизнь. Так, давай, отдавай, что медлишь. Мне приходилось тащить за собой Рену, не переставающую махать. Моей матери ладошкой. Эй, Кейтян! Надеюсь, ты не вздумал наесться? А? Ты не переживешь всех киосков? О, я догадался, что на встрече будут состизнания едоков. Посему сейчас голоднее льва. Так, держать. Где Сатак и Рикотян? Они уже в храме? Ого, Рикотян одна из организаторов. Сатакатян, скорее всего, с ней. Понятно. Что ж, пойдем, нас ждет полное веселье день. Да! Из нашей троицы так и клещет бодрость, хотя еще ничего не начиналось. Не началось, естественно. Храм Фруда кипел жизнью. Много раз больше кипел, чем в прошлый раз. Он родил очень празднично. Спасибо гирляндам, изноцветным фонарикам, киоскам, толпившимся у них людям. Вот толпа-то! Даже не знал, что в Хинамидзаве так много народу. Так на фестиваль в Атанагасе приходят все. Здесь должно быть под половину жителей Хинамидзавы наберется. Не только жители. Из соседних поселков тоже кое-кто кого пригласили, в том числе и детские кружки. Ага, вижу. Здесь так много детей. А в нашей школе учеников мало. Все-таки праздник праздничным делают именно дети. И то истина. О, добрый вечер! Все, кто проходил мимо, знали Рену и Мион. Со мной они тоже здоровались, однако ж нищих лиц я до сих пор и не заючил. Горный Тиан, здоровенькие были! Спасибо за готовку! Сночку весьма понравилось. О, да не за что! Рада, что вам по душе пришлось. Передавайте Хадзума секунду привет! О, да это не как юная госпожа из семьи Сынадзаки. С нынешнего лета и основа в деле. Что, старикан, поднабрал жарка? С таким большим пузом тебе рано или поздно удар хватит. О, я этого парня прежде не видел. Твой одноклассник? Стоит в нашем клубе. Долгожданный новичок! Посмеешь над ним смеяться, а твоему ларку крышка? О, так вам доверяет юная госпожа, раз так помилуйте мою глупость. Как и ожидал, с ним он с владельцем ларков на городке ноги. Они обожают митян. Она ведь такая веселая. Небось и ты любимая, Рена. Ты же милашка. Еще бы, если бы еще у нее случались те... Впрочем, тихая пунцовая Рена довольно мила. Да. А к нам... Кем я любима? Любима. Кое-кем. Уклоняюсь от вопроса, я стрепал ей волосы. Торговцы все городские. Как бы ни они, такого столбцания здесь не было бы. Так вот почему на них набегаем. Проигрывать не собираюсь, ни при каких обстоятельствах. Так и знаете. Само собой. Хе-хе, удачи. А? Опоздали? Кейти-сан бесстыдно заставляет леди ждать. О, что ж, прошу меня извинить. Ну где же леди? Че? Че ты сказал? Отлично, сад такая настроенная должна в образом. Вижу, ей нравится вновь наблюдать всех в сборе. О, и котян, та-та-та-та, такая-такая хорошенькая. Рена издала восторженный вздох. Похоже, наконец появилась настоящая леди. Вечер всем добрый. И тебе добрый вечер же, Китти. Ух ты, люди ж потрясающе. Как и в прошлом году. Так мило, так мило. Рена забирает ее домой. И котян одета в платье Мико, синтаинской жрицы. Прекрасно понимаю. Безумный восток, Рены. Фигасе, Рикотян, шподлинный наряд Мико. Он настоящий? Его собственными руками пошла моя бабушка. Сам настоящий, можешь не сомневаться. Рикотян предстоит очень важное дело в конце фестиваля. Для него и одежда. А вот как, Рикотян выходит в исполнительный комитет, потому что как жрица, она проводит синтаинские обряды. Моя часть работы придет в конце празднества. Пока что у меня полно свободного времени. Что ж, не будем его тратить за зря. Пойдемте. Да. Шагать через толпу, как на баране, так здорово. Собирая нас, упрыгнувшие киосками, он одно за другим предлагал необычные соревнования. Проглащаем Токаяки на скорость. Все все купили? Ладно, вперед! Здесь продавали Токаяки жирные пирожки с осьминогом, без которых не обходится ни один фестиваль. Осьминог там только в названии. На деле мучные шайки. Осьминога в себе только выдающая. Кейзи Кон, ты в порядке? Воды, срочно воды! Ай-яй-яй, глотать горячие и пегорячие, так а яки равносильно самоубийству. Штука в том, чтобы покупать приготовленные ранее, те, что уже остыли. Только вот они невкусные. То есть, в лавке продавали съедобный лёд. Нет, скорновато, юнь как-никак, ну такая, ну какая разница. А ну-ка попробуем на вкус и лёд! Быстрейший побеждает! На старт, марш! Есть лёд на скорость? Никак нельзя. Разогрейте чуть-чуть своим телом! Холодно, 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 холодно! Такие же вы недалёкие. Дядь Камеон заручился поддержкой сиропа. Смешаешь лёд, быстро растает. Долго думаете, мои желтые рутые друзья. В остальнике пробовать, стало быть, проиграть. Фух. Я всё! Кейти, а? Слишком-слишком быстро. Не, не может. Кейти-кун, ты налил водицы из бассейна для рыбок? Гадкий, небось, вкус. Следующий ларёк, очередная классика. Сахарная вата. Пойдём сюда! Конечно, едим на скорость! Ой, ну-ну, сахарную вату на скорость, как ты себя представляешь? Представляешь? Сатака давала отмашку, мы сми он тут же. Сатака чуть позади сбили вату в плотный ком и запихали в рот. Время на всё про всё три секунды. У Сатака я знала, но ты, Кейтиан, меня удивил. Что, так и продолжишь считать меня новичком? Совсем невкусно. Но вот и Рикотян сама сбивает Сатаку вату и лежит палочку. Пожалуй, в Японии больше нигде не увидишь, чтобы сахарную вату так ели. Уверен, сахарной ватой Рене повезло больше всех. Впрочем, если так продолжаться будет и дальше, скоро мы скатимся к съесть желе макарону ноздрёй или проглоти рыбку и выпивнёй её живой. Даже так, победит всё равно дядька! Конечно, ведь никто не сможет поверить мне, он сан в поединённой всякой гадости. Ага, точно. Чё, чего? Ходите потягаться в поедании скользкой Яки Собой, политой коктейлем Голубые Гаваи? Сатак, я в один порыв быстро затрясли головами. Ребята, давайте пока пить, включим с еда на что-нибудь другое, другое. Кстати, вмешалось Рена самое время поиграть во что-нибудь ещё. Помимо того, Рена и Кейтиан далеко не сильны в поедании на скорость больших объёмов пищи. Как хочешь, Рена, следующая игра за тобой. Что угодно. Хорошо, хорошо. Судить буду я. У вас есть одна минута, чтобы найти здесь что-нибудь миленькое. Ну, давайте. Я уж точно знаю, что мне не нравится. Идёт. Да как раз то, что нужно. Вперёд! Кейти Кун, Рикотян, почему вы стоите? Стоите. Мён и Сатак побежали прочно. Мы с Рикотян остались стоять на месте. Так, вы уже нашли кое-что миленькое. Несомненно же, Кейти, ты тоже? Ага. Ой, что же это такое? Такое, хочу поглядеть. Мы с Рикотян стояли неподвижно, дожидаясь возвращения Мён и Сатака. Первый раз мы так стоим, словно бы на поединке. Да, первый раз. Рикотян, думаешь победить этим самым? Я тоже состою в клубе. Хочешь победить? Следуй правилу номер три. Рикотян презрительно усмехнулась. Ну что же, посмотрим. Вернулись Мён и Сатак. Каждая прижала груди самые дорогие находки. Так-так, пойдём по порядку. Начнём с Капитана Клова Митян. Извиняйте, игра окончена. Дядя Мён представляет, а вот. Три старые же сильные вывески в форме ромба. И где она их достала? Бонкариев, фомингатор от награденных комаров фернамена С. Ну как? Как-то чё ещё не затейливыми он? Такие штуки обычно крепят на колючую проволоку. Они больше вызывают тоску, чем умиление. Ну как они могут быть милыми? Ну из ушей инусы, наверное, и повалили клубы дыма. Не понимаю. Мальчариат, позвольте представить. Нарисованы другие блокады, оповещающие в открытии ларка жары кукурузы женского кружка. Явно сделаны женщины, которые рисовать не умеют совершенно. Ничто, в чьих голубых очертаниях едва угадалась кукуруза, прямо-таки вышибала слезу при взгляде. Плюх! У Рыны пошла носом кровь. Оценка выше, чем умён! Ничего не пойму. Это похоже твое вкусы на пять столетий впереди планеты всей. Ого! Ваш это в конце концов штампованного производства! Изделия ручной работы им не победить! Нихрена я ходу ваших мыслей не понимаю. Что ж, моя очередь. О, сейчас выступит Рикотян. Что же за штуку она выкинет, не имея находок? Как вы забыли, Мён Сатака. Рикотян такие мелочи не смущают. Рикотян отошла на десять метр и повернулся, закрывляла назад крене. Мён Сатака выпучили глаза. Проклятие! Поздно спрохватились. На ровном как доска месте Рикотян повалилась ничком на землю и замерла. Рене мигом кто и подбежала. Рикотян, ты в порядке? В порядке? Рикотян подняла взгляд, показавший ушиб на лбу. Глаза наполнеными слезами и нокаут. Расунув ладошки в рукава. Она произнесла... Нет, мяукнула. Ми! Ау! Та-да-да! Такая милая, милая, милая! Ааа! Рена хочет забрать тебя домой! Ааа! Как я могла забыть! Самый нелест простейший приём! Красная до горня волоса, очарованная Рена, в неподалеком иступленном тёлой щекой. Рикотян крепко приждал в ту к себе. Это наша девочка. Сколько его, не сматривайся, изъявы таскать не сможешь. Ой. Лоли! Мика плачет! Ииии! Безупречно! Так она сделала из-под детский глупого падения чистейшую прелесть. Заслуживает называться искусством высшей пробы. Ты ещё что-то говоришь про ход мыслей, Кейтиан? Зубоскальство Мион как будто бритвой про мне прошлось, но я приправился, что я ничего не расслышал. Экотян, поглаживая полностью впавшей в милый режим Реной, видоносно на меня посмотрела. Ну что, Кейти, сможешь меня одолеть? Экотян, твоя спокойная лубочка меня пугает. Ты, скорее всего, лишь моё воображение, но иногда ты был лишь чистым дьяволом. У Кейти-Тиана есть свой тайный замысел. Что ж, он нам покажет. Буду плечена узнать мастерство Кейти-Сана. Как понимаю, Кейти, и у тебя в руках ребят на пары козырей. От макушки до пяток отели меня их взгляды. Такое как отлепил Рену и всё-таки пребывавшую в милом режиме отрекетян. Ау, милашка, милашка, Кейти-Кул, отпусти. Сейчас я покажу кое-что привлекательнее, так что веди себя смирно. А? Ммм? Ещё привлекательнее. А тут ещё много посторонних глаз. Пойдём и укроемся вон там. Я потащил Рену, хлопающую глазами за светилище. И мы так и не увидим, что он собрался нам... нас удивить. Кейти-Ан же не зайдёт так далеко, он же не посмеет. Вперёд и в бой! Скоро я воротился. Чуток спустя, заплетаясь, свернулся Рена. Кейти-Ан, ты ведь не... Кадарина такая беззащитная. Ты не сотворил с ней чего-то низкого, ведь так? И он вместе с остальными помчалась к Рене. Что-то низкое? Что вы изволите сказать? Рена, в этапши в облаках, даже не сразу поняла, что к ней обращаются. А? Хау, Митян, что такое? Хау? Рена! Ты меня слышишь? Кейти-Ан стал плохой же ты сделал? Ох, нет-нет. С Реной никто ничего плохого не делал, Хау. С вами серьёзно что-то не так? Что вам, Кейти-Ан? И сам показал. Объясняйтесь. Ох, миленькая, да невероятия, Хау. Миленькая? Рена, что он тебе показал? Рена снова вздохнула и принесла со светящимися глазами. О, Кейти-Кула, такой хорошенький морской котик. Бдыш-трах. Не успел я махнуть, как Мион и Сатака заехали мне на лесу локтями. А, эээ, что такое, что такое? Ты показал Рене свою грязную штуку? Ох, извращенец. Он решит мне тебя изгнать. Нет-нет-нет, что не так, как вы на всё поняли, не всё не так поняли. Минный Сатак изучает чёрную ару бешенства. Чёрт, не-не-не-не-не-кратный. Митян, понять не могу, почему ты, но ты ошибаешься. Кейти-Кун показал мне свой... Брелок в виде москового котика. Пошарив, у меня по карманам Рикитян достал и брелок с ключами. Эээ? Он говорит, что сделал его данным давно в качестве работы на лето. Очень стесняется его показывать. Ого. Такой маленький, такой миленький. Мне так нравится думать о том, сколько труда он в него вложил. Эээ, какого чёрта? Дядька-то думал, что миленький у вас какой-то Кейти. Ого-го-го-го, как похоже на вас, Мин-Сан. Сходу делают столь дикие выводы. Минный Сатак, с изучением, принялись кидаться друг друга словами. Пожалуйста. Раз мое доброе милостановлено, то, может, перестаньте по мне топтаться. Вспышка. Всем привет. Вижу, всё так же полный силы и радуйтесь жизни. Ты Митаки-сан, как и думал. Минный Сатака всё ещё бронялись, стоя на моём поверженном теле. Экотян гладила меня, в то же время как Рена продолжала блаженствовать. Усхитительно, небы, снимок вышел. Добрый вечер и вам, однако. Сатака фотографирует леди, не спросив предварительного её разрешения. Жестчайшая невоспитанность. Ага, верно. Да хоть у Сатак разрешения спрашивать не надо, ох. Сатак это топнул у меня кублуком. По мне кублуком. Вечер добрый. Завтра вы отправляетесь домой, так? Много чудных фотографий удалось это снимать. Да, благодарствую. Вы что, немало неплохих снимков. Ну, давайте на этом и закончим. Большое всем спасибо. С вами был Ипекал Хиллера и Хигаши. И всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok